И снова здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте братья и сестры. Как я уже условно, но анонсировал в предыдущем своем видеоролике, речь в данном видео пойдет о международной политике. Данная тема в связи с многочисленностью ссылок на статьи и видео, которые вы мне прислали, будет разделена как минимум на две части. В первой части, в частности, которую вы сейчас смотрите, мы поговорим с вами об усилении, тире закреплении Российско-Турецкого Союза и о влиянии данного Союза на международную политику, тире ситуацию. И начнемте, пожалуй, с вами с первой же статьи. Да, Сергей Лавров, министр иностранных дел, решил осуществить поездку по трем странам. Но меня интересуют две страны, о которых я уже неоднократно говорил в своих предыдущих видео. Это Индия и Пакистан. Чем же меня интересуют эти две страны? Тем, что именно после сближения России и Турции стали наблюдаться моменты, свидетельствующие о прекращении многолетнего конфликта между этими двумя странами. В свое время я уже говорил, что за данным урегулированием Пакистана-Индийского конфликта стоит Россия и Турция. Многие со мной спорили. Говорили, что в отношении данного аспекта на тот момент все выглядело не столь убедительно. Хотя я приводил многочисленные статьи касательно этого момента. Тем не менее, я мог на тот момент согласиться, что не все так было однозначно. Но что же происходит сейчас? Лавров делает, посещает именно данные страны. При этом за день до этого он делает еще крайне интересное заявление, что Россия готова поставлять Пакистану свою военную технику. Вы верите в то, что это просто совпадение? Вы верите, что Россия могла сделать столь сказочное до недавнего времени заявление, не спросив у Турции, учитывая близкие отношения уже Турции-Пакистана? При этом, что интересно, видимо Пакистан перестал через плечо оглядываться на запад. А ведь в свое время именно Пакистан использовали в борьбе против Советского Союза, очень часто. Момент крайне интересный. И сейчас Россия идет на сближение с Пакистаном. Если данные события вы не связываете с созданием Российско-Турецкого Союза, то, на мой взгляд, вы не правы. Потому что без российско-турецкого тандема данные заявления, данные шаги России были бы невозможны, нереальны. Вы можете в поисковике просто посмотреть, насколько сближены Пакистан и Турция, чтобы осознать, что Россия не могла бы сделать это предложение без оглядки на Эрдоган, как главу Турции. Урегулирование конфликта между Индией и Пакистаном, урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, имеется в виду Карабахского конфликта, в общем-то, во многом схожие конфликты. И в обоих этих случаях. С одной стороны стоит Россия, с другой стороны, так или иначе стоит Россия, с другой стороны стоит Турция. Заступником одной страны является Россия, заступником другой страны является Турция. Не так ли? И эти оба конфликта вдруг разрешаются в момент сближения России и Турции. Я не верю в такие совпадения. Не верю. Тем более хочу напомнить, что в свое время Россия тоже, также перед сближением наших стран, именно предложила поставлять нам, тире продавать нам свое оружие. Помните, надеюсь, эти моменты, эти договора. Здесь то же самое. Перед особым сближением Россия делает первый шаг навстречу Пакистана. Но давайте пойдемте дальше. Очень интересный момент осветил Станислав Тарасов. Оказывается, на фоне, опять-таки, сближения России и Турции происходят некие тайные переговоры между Израилем и Сирией. Вас ничего не смущает? Опять-таки, одну страну в большей степени представляет Турция, другую страну представляет так или иначе Россия. И происходят некие переговоры. Опять-таки, вы можете сказать, что в данном случае тоже совпадение. Но тогда вы вдумайтесь, сколько совпадений происходит. Карабах, армян-азербайджанский конфликт, индийско-пакистанский конфликт и крайне нагнетенные отношения между Сирией и Израилем. И тоже возникают некие переговоры. Но давайте продолжим. И перейдемте к следующему, в данном случае, видео. Говоря, перечисляя сближения стран, конечно же, в этот список стоит включить и сближения Китая и Ирана, свидетелями которых мы сейчас с вами являемся. И опять, снова происходит некое странное дежавю. Китай, в основном, в данном случае, может представлять Турция в связи с тем, что у Турции с Китаем множество есть общих дел, а Иран может представлять Россия. И опять чудо! Происходит сближение стран в большей степени, чем они наблюдались ранее. Все это очень интересно. Но мы продолжаем. В связи с этим мы с вами переходим к вопросу о США. А что же США? Неужели вы думаете, что США не видит всех тех аспектов, которые я, ваш слуга, уже огласил? Да нет, они видят и начали уже официально действовать. В частности, Америка вдруг вспомнила о совершаемом в Китае геноциде уйгур и заявила, что США могут бойкотировать Олимпиаду в Пекине. Ну что ж, как вы знаете, США вообще любит играть тире использовать такое понятие, как в кавычках геноцид в своих целях. В отношении Китая я бы не поставил бы это в кавычках, это именно совершаемый геноцид, но почему я поставлю в данном случае в кавычках, потому что этот понятие геноцида в данном случае просто используют. принижай я его весомость. Ну а мы давайте продолжим. Что же США еще совершает в отношении наказания, в отношении наказания тире недопуска сближения стран тире присоединения стран к союзу России и Турции. Ну что ж, давайте с вами для этого ознакомимся с еще одним моментом. Этот ролик вышел у Руслана Курбанова. Давайте некоторое время прослушаем этот ролик, но для начала прочтемте название к данному видео. Иран штормит снова против передачи Китаю недр Ирана. Интересно, несмотря на многочисленные проблемы и санкции, с которыми столкнулся Иран, иранский народ вдруг вышел против Китая. Разве не смешно? На мой взгляд, очень. Потому что понятно, над чем полей играют данные представители Ирана. В интересах США. Но давайте все-таки посмотрим фрагменты из данного видео. Так, дальше вы посмотрите сами. Почему я решил включить данный фрагмент? Потому что прозападные силы видимо, есть и на территории Ирана. И вот эти силы уже пару раз пытались раскачать Иран. Можно вспомнить митинги трехгодичной давности. Повышение цен на горючее. На горючее. Которые перелились в митинги возле иранского посольства даже в Армении. Надеюсь, вы все это прекрасно помните. И сейчас, когда Иран сближается с Китаем, опять поднимаются массы. С чем это связано? Как вы считаете? Просто совпадение? Или Иран или народ Иран не понимает сколько выгоды может получить Иран в связи с колоссальными вложениями Китая в иранскую экономику? Думаю, что народ понимает. Просто некоторые политики для них деньги не пахнут. не так ли? Но давайте продолжим. Неужели вы думаете, что США оказывают, что это все виды давления США, которые они оказывают на страны, которые либо собираются вступить в союз России и Турции, либо уже вступили? Да нет. Я ознакомлю вас с еще некоторыми моментами, которые четко характеризуют, что США не остановится только на этих митингах, а также на том, что они собираются бойкотировать Олимпийские зимние игры в Китае. Нет. Они собираются в частности обвинить Россию в разжигании Карабахского конфликта. Обратите внимание, кто собирается обвинить? США. То самое США, которое бездействовало на протяжении многих лет, когда земли Азербайджана находились под оккупацией и нарушались основополагающие законы, можно сказать, мировой политики. Они забывали американцы, что у самих есть проблемы связанные с некими сепаратистскими движениями. Интересно. И сейчас США, забыв о своих моментах, укоряют Россию. То есть, как вы понимаете, укоряя Россию, они укоряют и Турцию. Просто в отношении Турции они стараются все-таки реже указывать эту страну. Потому что потеря Турции для НАТОвского Союза на данную секунду, это означает 3 миллиона беженцев на территории Европы. Что такое 3 миллиона беженцев для Европы на фоне пандемии, надеюсь, никому объяснять не надо. И на фоне спада экономики. Это катастрофа. Ну, а мы продолжим. Раз мы заговорили о давлении на Турцию, что в отношении Турции США меньше стараются, скажем так, предъявлять свои претензии реже. Я не сказал, что они прекратили. Но своими делами они показывают, что давление на Турцию будет продолжаться. В частности, террористы ПКК атаковали военную базу в Сирии. Погибли турецкие военные. Неужели вы думаете, что за данной атакой не стоял Запад? Только не говорите, что за всем этим стояла Россия. Я уже осветил вам моменты, что России крайне невыгодно портить отношения с Турцией. Тем более на фоне того, что в России в самой сейчас происходит скандал, который и так крайне негативно может отложиться на российско-турецких отношениях. В отношении в частности тех самых из Киндеров М. И России сейчас придется проявить, можно сказать, немало мужества в отношении проведения расследования по данному ужасающему действу. когда из склада в России своровали, вывезли ракеты, которые не предназначены для продажи другим странам. Ну, а мы продолжим. Говоря о давлении на Турцию, США в частности старается как можно сильнее испортить отношения между Евроатлантическим Альянсом, то есть НАТО, и Анкарой. Ну, что ж, в общем-то Турция уже не нуждается в участии во всех данных военных мероприятиях, потому что это даже уже не структура, это некая черная дыра под названием Евроатлантический Союз. При этом это дыра, которая к тому же можно сказать саморазрушается. О чем это я? в данном Евроатлантическом Союзе находятся такие страны, в частности как Германия, которая все больше и больше смотрит в сторону Турции и России, несмотря на все конфликтные ситуации. И вот тут меня заинтересовал один момент, крайне интересный. Как вы знаете, Германию сейчас вовсю трясет в связи с многочисленностью скандалов, касающиеся такого направления как коррупция. Большинство так называемых немецких политиков оказались купленными, в частности армянскими лобби, армянскими лоббистами. на фоне и так глобального кризиса, вызванного пандемией, вызванными вот этими политическими скандалами в Германии, вдруг оживилась Греция. Да, та самая Греция, которая неоднократно была замешана, в службе Соединенным Штатам Америки. Греция вдруг вспомнила о том, что Германия обязана Греции в отношении погашения того ущерба, который нанесла Греция фашистская нацистская Германия 270 миллиардов евро. А почему сейчас? Почему греки об этом ущербе вспомнили в тот момент, когда ситуация в мире ухудшается с геометрической скоростью? Тем более ситуация в Германии. На мой взгляд, причиной на этом является то же самое, почему США заговорила об бойкотировании китайских зимних олимпийских игр, почему вдруг внезапно в эти же дни стали проходить митинги в Иране против некоего экономического союза Ирана и Китая. На мой взгляд, эта причина обусловлена также тем, что США стали обвинять именно Россию в разжигании Карабанского конфликта в отношении Германии это продолжение данного шлейфа. И обратите внимание, кого используют США. Они используют греков, кого всегда использовали. Если я не прав, поправьте меня. но картинка именно такова, какова она есть на самом деле. Греки только сейчас вспомнили о 270 миллиардах евро, чтобы Германия заплатила за ужасы прошлого. Ну, а мы продолжаем. на фоне всех этих методов наказания странам, которые хотят объединиться, в США заговорили тире рассказали о подготовке к Третьей мировой войне. После перечисленных вот этих аспектов тире моментов назовите мне пожалуйста, против кого будет вестись данная война? Против России и Турции только лишь? Не думаю. В данный список надо будет причислить все страны, которые так или иначе захотят сотрудничать с данным союзом. Не так ли? Это видимо Германия не спроста вот эта служанка Греция я не говорю о греческом народе я говорю о государстве вдруг вспомнила о 270 миллиардах евро за должности якобы Германии. Это война будет направлена против Пакистана и Индии которые тоже уже осознали кто им друг а кто им враг это Китай и Иран то есть блок достаточно основательный создается в противовес США как ни странно к этому союзу впервые может примкнуть Израиль потому что Израиль он не может передвинуться на другую территорию он будет там где он есть сейчас то есть он будет также в окружении тех стран в окружении которых он сейчас находится то есть ему необходимо налаживать отношения с соседями тогда он должен вступать в некое конфронтацию с США не так ли другого выхода у Израиля нет и налаживать отношения со всеми соседями он может через в частности союз России и Турции но давайте пойдемте пойдемте еще чуть дальше и перейдем к еще одной статье касательно всех этих телодвижений запада направленных в частности против как России так и Турции Эрдоган дал действительно жесткий намек что он принял брошенную ему перчатку он принял вызов на дуэль выставив в крайне жалкой положении премьер министра ЕС Урсулу Урсулу фон дер Ляйен Вот данный видеоролик давайте посмотрим вы видите ее посадили на отдельный диванчик а флаги Европы и Турции стоят за представителями турецких властей правильный шаг жесткое указание Европе на то что это Турция а Турция не шестерка мы же переходим к следующей статье Эрдоган может блокировать Зеленского на востоке Украины о чем же здесь идет речь здесь мы с вами поговорим о том как Турция может поспособствовать помощи российско-украинским отношениям ну давайте с вами проанализируем эти моменты сближение Турции и Израиля их влияние на украинский политический и военный эстеблишмент надеюсь ни у кого тоже не вызывает сомнений он достаточно глобальный в связи с плюс у этих двух государств есть влиятельные силы и на территории России в данном случае как ни странно Израиль и Турция могут поспособствовать недопущению столкновений между Украиной и Россией это вполне реально поэтому вот этот тройственный союз уже в данном что касается Украины это именно тройственный союз может действительно решить данную проблему связанную в частности с востоком Украины не допустить к неким к новой войне между Украиной и Россией это будет еще одна победа российско турецко израильских в данном случае действий мы же продолжим сейчас будут три видеоролика которые я не буду как-либо скажем так озвучивать свое мнение и анализировать я просто хочу представить вам эти три видеоролика очень хотел бы чтобы вы их прослушали поэтому я оставлю эти три видеоролика сразу наряду со всеми ссылками на статьи и видео которые я обсуждал именно в данном своей теме ну а в качестве дополнения я как всегда оставлю ссылки на последующую тему скорее всего следующая тема будет ситуация в Армении потому что много скопилось ссылок на статьи и видео по данной теме я же на этом с вами прощаюсь да следующее видео мы с вами про я вас ознакомлю с некоторыми заявлениями которые были высказаны армянством теперь точно прощаюсь всем до свидания всем пока подписывайтесь на канал как это делаю в частности я нажимайте на колокольчик нажимайте на все ставьте лайки оставляйте комментарии делитесь ссылками в соцсетях приглашайте друзей и знакомых до свидания до свидания